Многие пенсионеры не доживают до 60, а тут еще повышать. Получается, возраст повыше от работы после пенсии года 3-2 и все, и туда. Поделюсь своими впечатлениями, не могу просто молчать, так как вот именно сейчас в эти минуты пришла новость о том, что все-таки пенсионный возраст повышать будут мужчинам до 65 на 5 лет с 60 нынешних, а женщинам на 8 лет аж с 55 до 63. И я решил выйти и спросить Сергея Упасадцев о том, как они к этому относятся и что вообще с этим делать. Какая компания будет принимать на работу таких людей? Ну согласитесь, что у нас молодежь без опыта работы не берут. Старше 45 людей тоже очень проблематично взять на работу. Сначала пусть государство подумает о том, что нужно будет этих людей обеспечивать рабочими местами. Если государство обеспечит этих людей рабочими местами и достойной зарплатой, тогда да. А так ведь, ну это игра в одни ворота, ну увеличат они этот пенсионный возраст и что дальше? У нас медицина такая, что люди просто физически не смогут работать в таком возрасте. А я уже пенсионерка и я этот путь прошла. Но не хочется мне, чтобы повышали пенсионный возраст. Потому что все мои друзья еще молодые и мне не хочется, чтобы они дольше работали. Мне хочется, чтобы они отдыхали. А я вот как раз перед пенсионный возраст. Поэтому, конечно, отрицательно. А что делать, если вот правительство, народ не согласен, судя по опросам, 92% против населения нашей страны, а правительство все равно принимает такое повышение? Что делать? Что делать? Ну, я не знаю, какие-то, возможно, писать обращения только, если все вместе собираться. Другого варианта нет. Смириться с этим правительством. Так что, что мы еще можем сделать? Ждать новых выборов. Только навряд ли что-то изменится. Ну, мы-то точно ничего не сделаем. Будем работать. Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно. Ну, например, мужчины, родившиеся в 59 году и женщины 64 года рождения, смогут выйти на пенсию в 2020 году, соответственно, в возрасте 61 год и 56 лет. Мужчины 60-го года рождения и женщины 65-го года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году, соответственно, в возрасте 62 и 57 лет. Ну, а молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам. Действительно, нужно думать о рабочих местах. У нас большинство компаний частные. И, конечно же, частных владельцев трудновато к чему-то обязать. И обязать, например, чтобы они брали на работу как студентов, которые без опыта работают, так и людей в возрасте. Но тогда нужно думать о государственных каких-то предприятиях, которые будут брать на работу таких людей. Скажите, а вы видите, чтобы вообще правительство о чем-то вот таком думало, чтобы предпринимало какие-то шаги? На данный момент нет, я этого не вижу. Но наш уважаемый президент сказал, что этот срок он пустит на то, чтобы решать проблему внутри России. Ну, может быть, он сейчас будет это решать? Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И на десятом отвечающем, которые просто вторили друг другу, что против повышения пенсионного возраста, но на вопрос, что делать, они отвечали, что делать? Смириться? Вот такое у нас правительство. Вот. Я плюнул на это дело и решил дождаться все-таки, не проводить никакой опрос сейчас, дождаться трех часов пойти на заседание депутатской комиссии по лакокраске, потому что вот ответы типа, ну, мы же избрали сейчас Владимира Владимировича Путина. Но он пообещал в течение этих шести лет заботиться именно, как бы, о гражданах, о внутренней политике. И вот будем ждать эти шесть лет, что он о нас позаботится. Вот. При этом, что будут делать люди, которые вот еле-еле до пенсии-то доживают сейчас, как они будут еще на пять или на восемь лет дольше работать, кто их вообще будет на работе держать, кто будет давать им эту работу, непонятно. То есть, ну, это налицо очевидное, как бы, геноцид населения, людей. И люди говорят, давайте смиримся с этим. Ну, окей. Давайте, миритесь, пожалуйста. Не знаю, мне как-то руки опустились с камеры, я думаю, да ну нафиг. Буду лучше снимать те болевые точки, те вопросы, где люди решили не мириться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА